Приветствую вас и вообще-то говоря, то, что вы пишете, связано со страхом разочарования. Вы научили себя настраиваться на плохой результат, потому что в детстве у вас были такие условия, что негативный результат принес бы вам слишком много отрицательных эмоций. И теперь вы этих отрицательных эмоций, дурного влияния, негативного какого-то влияния, теперь вы на автоматизме, на автомате боитесь его наступления. Этого самого дурного влияния, о котором идет речь. Соответственно, вам нужно сначала понять, или точнее даже саму себя спросить, каковы были результаты эффект плохого результата. Почему вы так сильно переживали плохого результата? Было ли это неуверенность в себе, было ли это что-то еще, было ли это отношение родителей, было ли это общественное мнение, или что-то еще, может быть, не знаю, чувство вины, что-то еще. И вот с этим нужно разбираться, откуда делалось это все свое мнение, как и что. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что вы, значит, вообще-то говоря, действуете правильно. Вы, значит, вы занижаете ожидание от того, что дано произойдет с вами, и, ожидая меньшего, получаете больше. В принципе, эта позиция верная. Но, давайте подумаем так. А так ли вообще важен результат? Ну вот, объективно, если подумать, так ли важен результат? Вообще-вообще? Ведь если вы делаете все, абсолютно все, что от вас зависит, если вы делаете абсолютно все, что вы можете сделать, то результат будет соответствующий. Понимаете, вам на самом-то деле нужно только одно. Убедить, я бы даже сказал не убедить, а принять, может быть, или настроить себя на то, что результат вы можете хотеть видеть лучше. Например, вот, да, ну, хотеть видеть лучше, я имею в виду, вам хотелось бы, чтобы он был лучше, этот результат. Но он не будет лучше того, который обусловлен вашим действием, вашими поведениями, вашими поступками, он не будет меньше того, чем он же обусловлен вашими действиями и поступками. И это получается, что по сути дела, неважно, ожидаетесь ли вы плохого или ожидаетесь ли вы хорошего от того, что вас ждет. Главное, чтобы вы делали то, что от вас зависит. И все. Больше, по сути, вам не нужно ничего. Эмоциональное составляющее, когда есть задачи, только мешает. Мешает в любом случае. Вам нужно настроиться на то, только лишь, что результат того, что вы делаете, определит только ваше действие. И вы можете сколько угодно переживать по поводу того, получится у вас или нет, на самый результат это не повлияет вообще никак. Совершенно. и как бы вы не пересылали, как бы вы не волновались, как бы себя не изводили и так далее, результатом все равно останется тем. Понимаете? Результатом все равно будет таким же, если вы для себя сделаете вот эту установку целевой и как бы это сказать правильно, если вы сделаете эту установку для себя постоянно, то вам будет гораздо легче. Потому что вы будете уверены в том, что то, что вы сделали это было единственное, это было все, что вы могли и большего вы не могли, а значит и результат, который получится в итоге точно так же больше или меньше чем то, что вы сделали, быть не может. и это сводит на нет всякое переживание по поводу того, будет он плохим или хорошим. На самом деле. Например, на собеседовании вам надо показать свои профессиональные навыки, то, что вы знаете, то, что вы умеете. Показать свою сильную профессиональную сторону. Покажите их. если они у вас сильны. И если заботодатель человек ответственный и тоже профессионал, он вас размет. Экзамен это всегда разберение. Как бы сильно вы не готовились, как бы усердно вы не пытались получить ответы на вопросы, все равно какой-то вопрос вы знаете лучше, как можно лучше. И если попадется тот результат, тот вопрос, который хуже, тот и не потому, что вы что-то сделали не так. Это потому, что невозможно все знать однайку хорошо. Что-то вы знаете лучше, что-то знаете хуже. и это нормально. И преподаватели это знают. Поэтому они всегда если видят, что человек не очень хорошо отвечает на вопрос, они могут задать дополнительный вопрос, смежный. То есть человеку сам. И тогда если вы готовились хорошо, если вы все силы приложили к тому, чтобы обеспечить себе хороший результат, он даст о себе знать. Что касается свидания, то опять-таки важно не думать. Не думать, как вы себя ведете, не думать, как и что вы говорите. Понимаете? Свидания это личные отношения, личные отношения не будут программированы. Все, что вы можете сделать, это только выглядеть так, как вам нравится, так, как вы себе нравитесь. И делайте говорить то, что идет от души и от сердца. Вот и все. То есть, понимаете, у вашей проблемы есть два подхода. Один подход достаточно глубинный, второй подход достаточно простой. Какой вы выберете, решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. тихо.